В этом видео мы с вами рассмотрим несколько очень простых эффектов программы CadenLive, которые позволяют нам зеркально отразить содержимое, например, наших видео или, соответственно, изображений. Все эти эффекты находятся в специальной группе под названием «Трансформация, искажение и перспектива». Необходимо щелкнуть по кнопке «Показать все видеоэффекты», чтобы они отобразились. Эти эффекты я специально добавил в избранное для удобства. Прежде всего, это так называемое зеркальное отражение. Если работали в графических редакторах, то именно зеркалирование для многих знакомо. Дополнительно здесь имеются несколько различных эффектов, так называемых флип-флоп эффектов. Это универсальный флиппо, флипп горизонтальный, флипп вертикальный и транспоз, или транспозирование. Вот как раз давайте-ка в этом видео и познакомимся с этими эффектами, и взглянем, как они именно отрабатывают. А перед тем, как мы рассмотрим эти эффекты, давайте-ка немножко на небольшом примере просто посмотрим, когда нам может пригодиться данный именно эффект под названием, например, флипп горизонтальный. Смотрите, у меня сейчас в программе CodenLife в воображаемом проекте под названием «Переход» присутствуют два футажа, два кадра монтажных. Это такая полицейская машина, которая стоит, постовая, и дополнительно на нижней дорожке присутствуют еще видео из гаража. Вот оно. Здесь, например, я к первому фрагменту применил специальный эффект, который носит название «Ротоскопирование». А вот как раз у второго нашего фрагмента присутствует наш флипп горизонтальный. Для чего я применил именно этот флипп горизонтальный? Смотрите. Если я его сейчас отключу, то здесь у нас движение камеры происходит именно слева направо, то есть она движется, а мне, например, нужно сделать так, чтобы движение именно в кадре было наоборот, справа налево, и чтобы оно именно соответствовало движению человека из первого кадра, который играет роль, например, нашей шторки. Вот смотрите, здесь я специально поставил маркер для того, чтобы именно этот момент у меня был зафиксирован, и чтобы я мог к нему в любой момент именно перейти, щелкнув по маркеру. Не забывайте про маркеры, они достаточно удобны при монтаже видео. И вот здесь, как раз, если мы посмотрим без применения ротоскопирования, у меня здесь есть очень интересный и простой момент, который играет роль именно шторки. И используя вот этого человека, который проходит прямо перед камерой, я сделаю из него именно переход. Вот человек прошел, как раз этот момент здесь очень хорошо виден, если мы щелкнем по маркеру. Применив специальный наш эффект под названием ротоскопирование и анимируя данное ротоскопирование по ключевым кадрам, я сделал так, чтобы у нас создалась именно маска. За счет этой маски я соединяю два наших кадра. Верхний кадр, там где у нас находится машина патрульная, проходит человек, который играет роль шторки, и нижнего кадра. И вот здесь, например, я хочу сделать так, чтобы движение камеры было наоборот. Не слева направо, а справа налево. И я, например, беру и просто применяю специальный эффект под названием флип горизонтальный, у которого нет настроек. Вот, в принципе, и все. И мы получаем вот такой интересный переход. Например, я хочу именно такую реализацию данного именно эффекта к нашим видео. Это тоже одна из возможностей применения наших флипов и флопов. Ну и также дополнительно классического зеркального отражения. Тоже это учитывайте, когда будете работать. Ну а теперь давайте просто уже на отдельном простом видео, например, издание, посмотрим, как же работают все эти эффекты. А сейчас как раз давайте посмотрим на очень простой эффект, но который достаточно часто используется. Не забывайте, что зеркально отражать нужно не только в графических редакторах, но и в видеоредакторах. Прежде всего, это эффект, который носит название зеркальное отражение, или просто иногда называют зеркало. Хватаем и перетаскиваем его на вот этот футаж, который мы с вами уже использовали именно при ротоскопировании. На всякий случай, это как здание. У нас стоит такой небоскреб, и в нем отражаются облака. Это такой таймлапс. И вот как раз к нему мы применили наше зеркальное отражение. Здесь у нас имеются очень простые настройки. Это вот такой выпадающий список именно направления зеркалирования и специальный чекбокс, который позволяет нам инвертировать наше вот это видео и представить, например, вот в таком виде. Просто обратить на это внимание. Мы сейчас здесь галочку эту уберем. Давайте просто попереключаем и посмотрим. Вот это горизонтальное зеркальное отражение. Можем выставить вертикальное. Также по диагонали. Не забывайте, что диагональ здесь можно инвертировать. Или применить так называемую x-диагональ. То есть наоборот. Дополнительно здесь есть флип и еще флоп. Это в некотором смысле такие универсальные эффекты, которые очень часто используются. Вот в принципе так работает наше зеркальное отражение. Давайте его удалим и посмотрим на еще ряд эффектов, которые одновременно себя включают сразу тоже несколько эффектов. Это так называемый флиппо. Давайте его перетащим на наше видео. Здесь у нас имеются как раз два параметра. Это ось x и ось y. Давайте уберем здесь галочки. Вот так у нас отображается наше видео без применения вот этих параметров. Можем сделать отразить по оси x. А можем по оси y. Если вместе включим, то соответственно у нас произойдет переворот и в обратную сторону. Просто обратите на это внимание. И есть эффекты, которые я очень люблю. Эффекты без настроек. Это так называемый флип горизонтальный и флип вертикальный. Давайте как раз перетащим флип горизонтальный. И смотрите как он отрабатывает. Он просто отразит наше изображение по горизонтали. То же самое есть и по вертикали. Флип вертикальный. То есть он перевернет нашу картинку, наше видео. И еще дополнительно есть так называемый эффект, который носит название транспоз. Или транспозирование, если дословно так перевести. Он переворачивает таким образом картинку. Здесь имеется как раз выпадающий список направлений. И дополнительно такая параметр переопределения. То есть здесь можно как раз выбрать альбомный или портретный вариант. И дополнительно, если у нас используется портретный вариант, то мы можем выбрать как именно поворачивать. И отображать. Здесь есть разные варианты. Но учитывайте то, что когда он отоделает данный эффект, вот эти области, которые у нас сейчас представлены черным, они на самом деле не прозрачны. То есть здесь нет прозрачности. Если мы подсунем, например, какое-нибудь другое видео вниз, то как раз вы в этом можете и убедиться. Просто учитывайте. Это не просто такой переворот изображения. Это именно вот такой способ отразить его. То есть сделать вот это транспозирование, поменять его. Просто учитывайте, когда будете, если применять этот эффект. Вот таким образом работают различные наши эффекты, которые помогают нам в некотором смысле иногда поменять направление. И при этом сделать зеркальное отражение. А на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok